Приветствую вас. Меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о том, можно ли избавиться от седины. Седина бывает не только у пожилых женщин или мужчин. Очень часто седые волосы появляются даже в возрасте до 30 лет и визуально прибавляют немало лет. Большинство людей пытаются маскировать ее с помощью краски, но эффекта хватает ненадолго и через месяц проблема снова заметна. Есть ли способ избавиться от нее или предотвратить? Давайте разберемся в причинах проблем. Седина появляется по причине недостатка окрашивающего пигмента мелатонина. Примерно с 35 лет его начинает вырабатываться меньше и постепенно это ведет к утрате цвета. У одних людей седые волоса появляются раньше, в других – позже. Для этого есть ряд причин. Причины – стресс, нервные расстройства, гормональные нарушения, эндокринные заболевания. Они могут быть вызваны проблемами приемом некоторых препаратов. У женщин может появляться при беременности. Частые окрашивания также могут спровоцировать седые волосы. Также большую роль имеет генетика. Если седина появилась у одного из родителей до 30 лет, то есть большая вероятность, что у детей она также будет в раннем возрасте. В любом случае можно попытаться решить проблему или отодвинуть на несколько лет. Есть немало способов, как бороться с сединой. Как убрать седину Есть только один способ, как избавиться от седины легко и быстро – это использование краски для волос. Во всех других случаях потребуется немало времени и приложение определенных усилий. Но окрашивание дает лишь кратковременный эффект и негативно сказывается на состоянии волос. Для лучшей маскировки нужно выбирать краски каштановых оттенков или блонды. Не стоит кардинально менять образ, лучше брать цвет на один-два оттенка темнее своего натурального. Кроме полного окрашивания можно сделать мелирование, так как окрашиваются только выборочные пряди. Вред немного меньше. При грамотном подборе цветов седина будет не так заметна. Какой бы способ ни был выбран, в скором времени потребуется коррекция. Какие бывают способы немедикаментозного лечения? Несмотря на огромный прорыв в развитии косметологии, средств от седины, которые навсегда избавят от проблемы, еще не изобрели. Но это не значит, что нужно опустить руки. Существует много способов, как бороться с сединой и затормозить процесс. Эффективность лечения во многом зависит от устранения причин. Поэтому большинство женщин и мужчин, нацеленных на положительные результаты, проходят обследование и посещают трихолога. Врач подберет подходящее лекарство, возможно назначит курс клинических процедур. Какие применяют способы и средства от седины? Лечение витаминами, обязательный прием В12, магния, калия, железа и цинка. Но чаще всего применяют специальные трихологические комплексы. Инъекции различных препаратов, это могут быть коктейли, мезотерапии или обычные витамины и стимуляторы. Лечение с шампунями, масками, озонотерапия, криомассаж, лечение с салонными процедурами выбирается, исходя из показаний и возможностей клиента. Прием специальных препаратов, например, антиседин. Дозировку и подбор должен назначить врач. Чем меньше седых волос на голове, тем эффективнее будет лечение. Но почему-то большинство современных женщин ищут более легкие пути и сразу хватаются за краску. Самые эффективные народные средства Народные средства всегда были очень популярными. Так уж повелось, что люди верят в их чудесные действия и активно используют, поэтому скопилось немало рецептов, обещающих народными способами победить седые волосы. Настойка корня лопуха Если седина не очень сильная, то можно попробовать справиться с ней этой настойкой. Залить две ложки измельченного корня лопуха 200 мл водки или самогона, настоять две недели, процедить и втирать ежедневно на ночь в кожу головы. Смывать не обязательно. Это народное средство, требует достаточно долгого времени. Рекомендуется делать не меньше двух месяцев. Крапива с уксусом Необходимо сделать настой из пяти ложек крапивы и пол литра воды. Процедить и остудить. Добавить пол стакана яблочного уксуса 3% и растворить двумя ложками меда. Смазывать седые волосы этим составом за час до мытья. Использовать не реже двух раз в неделю. Ну и соленый чай. Полезно смазывать седые волосы напитком из чая и соли. На 200 мл капитка нужно взять одну чайную ложку листовой заварки, смешать и настоять час. Добавить столовую ложку морской соли. Смачивать пряди напитком за час до мытья. Также можно втирать соленый чай в кожу головы на ночь. Курс должен длиться не меньше трех недель. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok